Сигнал внеземного разума, подростковый бунт после развода родителей и новые приключения почтальона Пэта. Кинопремьеры недели сегодня откроют культурная виза. Всем здравствуйте! Если триллер не в состоянии щекотать нервы, значит он не справляется со своей работой. В прокат стартует фильм Уильяма Юбека «Сигнал». Почему я не могу двигаться? Трое студентов-хакеров неожиданно начинают получать таинственные сообщения от незнакомца под ником Номат Кочевник. Но они даже не подозревают, что имеют дело не с человеком, а с сигналами внеземного разума. Трио оказывается в увлеченном устрашающе изолированную зону. Вдруг все становится темным. Когда один из студентов Ник приходит в сознание, он оказывается в настоящем кошмаре. Я вытащу нас отсюда. Это бессмысленность какая-то. Нас испыдывают, Ник! Ты что, хочешь сказать, это нереально? Спросите себя, нашел ли я то, что искал? Премьера фильма назначена на 4 сентября. В нашей стране, впрочем, как и в мире, участились разводы. Около половины браков 25-40-летних людей заканчиваются распадом. И в большинстве этих семей имеются дети подросткового возраста. Как им предстоит пережить развод родителей? Пойми меня, если сможешь. Я думаю, что ангел-хранитель Ты самолет! Ты самолет! Вселяется в кого-то рядом с нами, чтобы защищать. Мой ангел вселился в черного кота. Его зовут Да. Новый фильм «Азия Арджента» рассказывает о молодой девушке Арии. Она очень одинока и страдает из-за развода своих родителей. В доме постоянные ссоры, папа и мама не могут нормально поговорить с друг с другом. Вот и на ребенка времени совсем не хватает. Девушка решает сбежать из дома. Но причина не только в этом. Семья богата, известна, друзья и одноклассники Арии завистливы и жестоки. В компании любимого черного кота девушка отправляется на улицы Италии жить свободной жизнью. Ей хотелось немного понимания, нежной и взаимной любви. Фильм выйдет в прокат 4 сентября. Анимационный семейный мультфильм «Почтальон Пэт в 3D» также стартует в российском прокате. Роли озвучивают известные актеры, например, Руперт Грин, сыгравший Рона в известной серии о приключениях о Гарри Поттере. Прибываем на станцию Гриндейл. Встречайте одного из самых любимых персонажей на свете, таким, каким бы вы его еще не видели. О, спасибо, Джесс. Какое чудесное утро. В деревне Гриндейл Пэт всегда был... О, Альф, снова... Незаменимым. Полетели. Жаль, я не «Почтальон». Всеми любимый «Почтальон Пэт» сталкивается с темной стороной славы во время участия в национальном шоу талантов. Деньги, статусы, новенькие костюмы скушают Пэта, грозясь отучить его от любящих друзей, семьи и маленького родного городка. «Почтальон Пэт». В российский прокат «Мультфильм» стартует с 11 сентября. Два пригласительных билета от Capital Cinema на этой неделе получает Чебунин Никита. Мы ждем вас в офисе телекомпании АТВ по адресу улица Октябрьская, 21. А я напоминаю, оставляйте комментарии о нашей программе на сайте balkaldefis.atv.ru и выигрывайте билеты в кино. С 1 по 7 сентября во второй раз пройдет международный фестиваль национальных театров «Алтанц РГ», который проводится один раз в три года, как театральный форум-смотр национальных драматических театров России и зарубежных стран. В этом году фестиваль будет проходить в формате творческой лаборатории. Участники создадут свои эскизы постановок. Специальный гость – Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. О том, как это будет, узнаем уже на следующей неделе. С вами была Наталья Китаева на Первом альтернативном. Приятного вам отдыха. До свидания. Стиль ведущий – салон одежды «Лав Репаблик», торгово-развлекательный центр «Пионер», улица Корабельная, 32. Продолжение следует...